Святой Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что всемогущество Твое распространяется В каждой судьбе, куда Тебя приглашают Каждому человеку, куда Тебя зовут И я благодарю Тебя, что Ты Бог, который никогда не опаздываешь Ты всегда протягиваешь руку помощи туда, где Тебя зовут и ожидают Ты знаешь, где сейчас эта необходимость большая и в чем нуждаются люди Приди туда по могуществу того, что являешься Ты для нас Кем являешься Я сейчас приглашаю Тебя на территорию сердца каждого человека, кто вместе с нами на связи Я благословляю каждое сердце Я благословляю каждый разум Я подчиняю послушанию Христу все мысли Я запрещаю дьяволу улавливать людей в свою ложь Улавливать в свои оковы Улавливать в свои сети Тогда, когда Твой народ пришел в Твое присутствие у престола славы Поэтому, Боже, дай нам подниматься выше и выше Быть на той высоте, откуда Твои смыслы текут на землю Я благодарю Тебя за это, Господи Я благодарю Тебя за это, Боже Потому что мы хотим подниматься туда, где всегда радость, свет, тепло Где мир, где благодать, где принятие, где Твоя чистота Я благословляю во имя Иисуса Христа Слово Твое Которое входит в наш дух, как дыхание неба Благодарю Тебя, что у всемогущего Бога нет бессильных слов Благодарю Тебя, что если Ты что-то сказал, то это да и аминь Ты за этим стоишь своей властью и авторитетом И мы хотим познавать Твое слово Мы хотим вкушать от стола сластей Аллилуйя Тебя, любимый И я благодарю Тебя, что Ты накрываешь нам стол в виду врагов Я благодарю Тебя, родной Я благодарю Тебя, величественный Я благодарю Тебя, спасающий Я благодарю Тебя, неизменный в слове и любви Я благодарю Тебя, сильный Тот, который был, есть и грядет Спасибо Тебе, родной У нас есть надежда, у нас есть упование У нас есть живая вера Которая делает нас преображенными Когда мы приходим под лучи Твои И сейчас мы отдаем Тебе себя И можем сказать Это моя Библия Я есть то, что в ней сказано Я есть Я имею то, что в ней сказано Я имею Я могу то, что в ней сказано Я могу И теперь я смело заявляю Мое сознание готово Мое сердце открыто Принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда Во имя Иисуса Христа Аминь Садимся в Божье присутствие Итак, друзья, всем спасибо Кто пел, кто играл Кто танцевал Кто молился Кто был на связи с небом Всем спасибо Потому что это каналы Которые начинают заполнять землю Которые наполняют всю атмосферу И тогда никакая зараза не может остаться в этом городе И потом по той стране, куда наполняются Волнами эфира потоки Поэтому, друзья, у нас с вами есть предназначение гораздо больше, чем мы осознаем Когда мы понимаем, что мы часть тела Христа То надо это и в практике применять Раз часть тела, то мы через себя пропускаем Его присутствие, Его дух, Его жизнь, Его мудрость И все, что у Него для нас есть И сегодня я хочу с вами поговорить Как вы помните, мы до праздников говорили о нашем составе О нашей человеческой сути И дошли до Духа И уже две проповеди были о Духе И страх, который повреждает Дух И, в принципе, значимость Духа в нашей жизни Как значение и возможности духовного человека А сегодня я хочу поговорить с вами Это тоже не последний вариант Это высокий Дух Высокий Дух Я думаю, что при понятии высокий Дух Мы сразу понимаем, что есть и низкий Кто-то скажет, у меня средний Наверное, такой тоже присутствует Но я, конечно, хочу говорить о высоком Духе Потому что у Него есть перспектива У Него есть высота в позиции и во влиянии И потому как нам необходимо преображенное общество То нам надо занять ответственную позицию по отношению себя И подумать, на каком уровне сегодня находится мой Дух Прежде всего, рожден ли он свыше Для тех, кто, может быть, еще не понимает Что это за понятие рождения свыше Поясню Человек, который однажды отвалился от Божьих ресурсов Как Адам Потому что он был отделен от Едема И не только от Едема, и от Бога Он сам даже прятался И в этот момент у всего человечества Произошло вот это поражение на уровне Духа Все люди, рожденные после Адама Рождаются с Духом, отделенным от Бога Он есть, как дыхание жизни Но он отделен от Бога, и потому он называется мертвым И только рождение свыше, когда человек соединяется с Богом Когда он покаянием приходит в его присутствие И говорит, Господь, я в этом и в этом был неправ Прости мои грехи Вот это точка отсчета, при которой рождается Дух Соединяется Потому что Бог имеет в виду прощать Нищие Духом блаженствуют в том, что они уже входят в Царство Божие Как только человек осознает, что ему нужен Бог Он уже в покаянии об этом может говорить с Богом А Господь это покаяние слышит Он его ждет Он сам его подводит под эту черту Потому что многое в жизни человека бывает как будто бы спонтанно А на самом деле Господь направляет и позволяет обнаружить Что до тех пор, пока ты не соединен с моим источником Ты будешь очень много тратить сил, энергии И всего того, что есть у тебя как ресурс Но тратить без того результата, на который ты рассчитываешь Потому что без Бога, друзья, даже дышать не можем Он нам дал дыхание жизни и дал сроки Время определенное, чтобы это дыхание нашло Вседержителя А уже с этим Вседержителем дальше идти по жизни Поэтому точка отсчета для нашего Духа Это рождение свыше Соединение с Богом через покаяние Но дальше этому Духу нельзя оставаться в детстве В младенчестве Ему также надо развиваться и расти И как вы понимаете, тело наше, оно старше нашего Духа По рождению свыше У каждого из вас есть точка отсчета Когда вы могли сами принять Иисуса Христа И вы знаете эту дату В каком возрасте это произошло Может быть, вы не помните конкретное число Но, однако, вы все равно можете вспомнить Когда у вас встреча с Иисусом произошла лично Если не можете вспомнить, это тогда большой вопрос Задайте, Господь, а вообще была у меня встреча с тобой? Потому что я хочу пережить твое присутствие Чтобы не просто логикой мне ходить за тобой А пережить своим Духом Что ты живой и ты творящий все И через мою судьбу ты хочешь проявиться Итак, друзья, когда мы сегодня будем говорить Уже не о промежуточных стадиях, как Дух растет А о высоком Духе Поэтому эти все стадии мы когда-нибудь тоже можем затрагивать Но сейчас я хочу говорить о высоте Духа Который не бывает без глубины Без глубины нет высоты Высота без глубины опасна Потому что тогда она не может быть стабилизированной В своем фундаменте Но фундамент, чтобы его копать, нужна глубина И поэтому, когда мы начинаем понимать Что все глубокие процессы в нашей судьбе В нашей жизни связаны с преображением Связаны с анализом собственного сердца С мыслями, с чувствами Что во мне вызывает и поднимает Та и другая волна Вот тогда, когда это происходит Тогда мы начинаем действительно быть обузданными людьми Потому что исследуйте себя внимательно Народ необузданный, говорит Бог через пророка Сафонию Тогда, когда есть необузданность То там не будет высокого Духа, это точно То есть это сразу можно сказать Высота, она пошла без глубины И поэтому есть надмение Есть, может быть, какая-то гордость в жизни человека Но это не высота, о которой Бог говорит Высокий Дух, это тот Дух, которому надо Сначала углубляться в Боге И вот это углубление в Боге Это наша возможность И это то, чего нельзя сегодня потерять И также еще один тезис Который важно сейчас на старте отметить Высокий Дух приходит из высокого источника Высокий Дух приходит из высокого источника А низкий Дух, соответственно, из другого источника Например, если написаны такие слова Что он, то есть сатана, был человека-убийца от начала Человека-убийца от начала Да, мы уже сразу понимаем Что несет с собой вот эта природа И люди, которые могут себя чувствовать высоко На позиции Но которые пытаются решать судьбы На планете Земля людей Говорят, у нас власть, у нас есть возможность То это, друзья, низменный источник Который наполнил мыслями демоническими Потому что у дьявола всегда была жажда убивать людей Потому что мы образ Бога У него этого образа нет, а у нас есть Не мог достать до Бога, хочет достать до человека И хочет его повредить любыми путями И как можно быстрее Отсюда уже наглые заявления Которые мы сегодня можем слышать или видеть В разных источниках О человечестве Как его сокращать И сегодня мы видим, что эта программа в действии Она в действии По количеству предыдущих уже событий Которые мы имеем И поэтому, если мы не будем связаны с живым Настоящим полноценным источником То эту программу мы не сможем остановить Нам важно не только себя спасать, друзья Нам важно еще останавливать то Что является смертоносным для человечества И у нас с вами есть на это ресурс У нас есть на это с Богом возможность Если мы получаем доступ как высокий дух И вот этот высокий дух, который Бог предлагает нам Как перспективу роста Он говорит, не пренебреги этой возможностью Потому что как только ты туда войдешь Как только ты можешь встать Под мой рост активный Тогда у тебя будет и степень влияния В духовном мире другая Например Если вы какие-то сферы в своей жизни победили Вы знаете, что у вас была в этом проблема И вы ее победили Вы можете этим делиться с другими людьми? А кто уже это делает? Слава Богу Правда не все подняли руки Надеюсь, что все-таки мы делимся С тем, что у нас в нашей жизни Были какие-то свои победы Когда-то, может быть, проигрывали А потом побеждали Почему мы можем этим делиться И других снабжать собственной победой? По крайней мере этим ресурсом И говорим Ты знаешь, что у тебя получится Потому что у меня это сработало Почему мы это можем делать? Потому что в духовном мире Мы там уже известны Как победители в этой сфере И поэтому люди, которые вышли из наркомании Другим могут помогать У них это лучше получается Чем у тех, которые это не проходили Потому что там есть уже и те состояния Собственного банкротства Осознанности Что мне нужен был Бог И вышли А теперь могут другим говорить Слушай, вот так вот действуй Вот так у тебя получится И поэтому у нас у всех есть свои сферы Я бы сказала Уже приобретение От тех побед Которые мы получали в жизни И когда мы эти приобретения уже имеем И можем сказать Господь Вот в этой сфере Вот в этой И вот в этой Ты мне помог Вот здесь и здесь Ты меня уже провел Как победителя В духовном мире Тебя и меня знают Как победителя В этой сфере И поэтому наш дух Начинает влиять Уже на эти сферы В обществе И чем больше мы поднимаемся Тем больше побед у нас будет И вот эти победы Они иногда идут Из наших недостатков То есть тогда Когда мы с чем-то Не собирались бороться И вдруг они проявляются Помните мы говорили про Иова У которого вот этот страх Который он никому не показывал Но он жил в нем И он всегда со страхом Молился за своих детей В результате дьявол Востребовал плод Своего присутствия В его жизни И поэтому Если есть какие-то звенья слабые И мы с ними не хотим Работать Не хочу сказать бороться Работать Потому что нам С самими собой В принципе бороться не надо Надо себе давать Повеление духом Потому что если умиршляем Дела плодские духом То мы побеждаем И в этом тоже есть Результат Наших возможностей с Богом Итак, друзья Высокий дух Имеет высокий источник И высокий дух Приводит нас на высоты Еще один третий тезис Высокий дух Приводит нас на высоты На какие высоты? На высоты собственного призвания Поэтому тогда Когда мы с вами Начинаем куда-то двигаться И у нас есть призвание У каждого в своей жизни И если мы о нем Уже знаем Это здорово И Господь хочет Привести тебя и меня К апогею твоего призвания То есть у нас есть Вершина Которую мы можем достичь Все ли люди на земле Достигают вершины В своем призвании? Как вы думаете? К сожалению, нет А почему? Бог ли не хочет? Человек дает себя остановить На каком-то этапе И говорит А вот это мне не обязательно Сейчас дорабатывать Ну вот смотрите Вокруг меня же люди живут И все нормально Они и в церковь входят Но себе такое позволяют Если ты смотришь на тех Кто рядом с тобой И ведет себя как-то Недостойно вот этого слова Друзья И недостойно имени Христа То зачем тебе с него Брать пример? Зачем себя оправдывать Таким образом поведения? И многие люди Вы знаете Говорят Да мы соблазнились На уровне церкви Там ушли куда-то Я встречаю очень много людей Из разных регионов Мест Которые могут так говорить Позвольте Но Бог-то тебя не соблазнял Ведь его-то слово Оставалось верным И поэтому Если у нас Какое-то состояние Пошло небрежности По отношению к Богу Потому что ты смотришь На соседа То это совсем Не тот путь Которым мы достигаем И приходим К высокому духу И потому Послание к филиппийцам Мы читаем такие слова В третьей главе Братья Я не почитаю себя достигшим Видите Апостол Павел Который много чего достиг Но он вдруг В конце своей жизни На финише своего пути Вдруг говорит такие слова Я не почитаю себя достигшим А только забывая заднее Простираюсь вперед Стремлюсь к цели К почести Вышнего звания Божьего Во Христе Иисусе Стремлюсь К цели К почести Вышнего Звания Во Христе Иисусе Кто какую цель Себе поставил В жизни Какое звание Вы достигаете Мне однажды Одна женщина Сказала Вы знаете Мне бы главное У порога дома Оказаться Я так смотрю на нее Думаю Господи Избавь от такой участи У порога дома Когда у тебя Все ресурсы Есть Сесть на престоле Быть победителем На престоле Садятся победители А не просто По милости Переступить Порог дома Конечно Мы тоже Нуждаемся Все в милости Христовой К нам Проявленной Но тогда Когда он говорит Я тебе Открыл Перспективу Большую И Павел Говорит Есть перспектива К цели Почести Вышнего Звания Во Христе Иисусе Когда вы Слышите Такую фразу Вы можете На себя Ее одеть Попробуйте Что вы Чувствуете В этот момент Наверное Не дотягивая Кто как Правда Но на самом деле Ведь это Звание Избрания Не от нас А от него И он нам Уже это Предложил Высокую планку И говорит Я хочу Чтобы ты На эту Высокую планку Ориентировался Вы знаете Когда спортсмены Тренируются То у них Есть высота Которую они берут И потом Постоянно Ее поднимают Выше 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 И в конце Концов Он сбивает Эту планку Уже не берет Но Стремление Появляется Взять И эту Высоту Поэтому Чем выше Высота Тем больше Стремление Ее взять Если ты Поставил себе Планку Которую ты Переступить Можешь Посмотрите Беру планку И радуешься Я достижения Я достижения Какие-то имею Да нет Друзья Не надо Иметь достижения В своей жизни Такие Которые Может сделать Ребенок Ставь перед собой Те высокие цели Которые Бог О нас Мечтал Вы понимаете Что Он Мечтал О нас Если О тебе Помечтал Господь То как Ты думаешь Ты хочешь Ответить На эту Мечту А может ли Бог Мечтать О нас Низкими Планками Конечно Нет Конечно Нет Потому что Он высокий Он хочет Чтобы мы С Ним Имели Высокий Дух И Он Говорит Я хочу Чтобы ты Туда Посмотрел На эту Высоту Чтобы Никакая Земная Забота Тебя Не завязала В узлы Потому что Есть веревки Суетности Об этом Написано У Оси Когда люди Завязывают Себя Веревками Суеты Не надо Давать Себя Заковать Этими Веревками И потому Друзья Стремлюсь К цели К почести Вышнего Звания Божьего Во Христе Иисусе Итак Кто из нас Совершен Так должен Мыслить Оказывается Тут есть Критерии Совершенства Если Тебя Сегодня Некомфортно При этой Мысли Скажи Господь Я хочу Дойти До твоего Совершенства Я хочу Туда Попасть Я хочу Там Оказаться Так Должен Мыслить Если Вы о чем Иначе Мыслите То И это Бог Вам Откроет Мне нравится Апостол Павел Что он не навязывает Свою позицию Людям Он говорит О том Что для него Является целью Но другим Людям предлагает Об этом Помыслить Если ты хочешь Мыслить В этой категории То ты будешь Преображаться Если тебя устраивает То где ты находишься То скорее всего Ты даже не будешь На этом месте Оставаться Ты будешь терять Потому что То не собирает То расточает Идет уже потеря Поэтому всегда Стремление вперед Это наша Необходимость А не только Возможность Впрочем До чего Мы достигли Так и должны Мыслить И по тому Правилу Жить Вот еще Один критерий Я уже сказала Сравнивать себя С соседями Люди могут И часто Могут это делать И причем Берут еще Похудше Соседей Не получше А похуже Чтобы сказать Ну я то Продвинулся Я получше Его Посмотри Я уже и туда Прошел Я уже и тут Имею достижения Но на самом деле Кто до какого Правила достиг Потому и живи Так мысли Посмотрите Друзья Господь знает Сколько лет Ты в его школе Он знает Какие правила Его Законы Принципы Ценности Уже в тебя Вкладывались И насколько Ты их освоил Лично ты И лично Я И лично Каждый из нас Уже в этих правилах Насколько мы Продвигались И тогда Когда человек Только пришел К Богу И у него Еще первые основы А ты себя Уже сравниваешь С ним Зачем ты это делаешь Будь для него Тем Примером И той высотой Который захочет Тянуться к Богу Больше и ярче Поэтому у каждого Есть уровень Того Чего мы достигли И вот в этом Надо жить По этому уровню Нас взвешивает Господь И если кто-то Начинает кому-то Чего-то доказывать Хоть в теологическом Плане Хоть в плане Каких-то может быть Особенностей Форматов И так далее Друзья Мы никому не навязываем Свои форматы Мы ведем так Как чувствуем Сегодня Бога В своей жизни Если кого-то Это не устраивает Простите Но мы не будем жить В соответствии с тем Что есть в каких-то формах Другие возможности Мы сейчас движемся В тех формах Или в тех результатах Куда нас привел Господь Поэтому я хочу Благословить каждого Быть снисходительными И к нам И мы к другим Потому что у каждого Есть свое правило Которое он достиг И высокий дух Он принимает И вмещает в себя Людей разных уровней А вот низкий дух Вмещает только себя Самого И вмещает так Что других начинает Подчинять под себя И навязывать Свою точку зрения Да еще применяет Любые ресурсы И властные в том числе Если этот человек Оказался в позиции Подражайте братья мне И смотрите на тех Которые поступают По образу Какой имеете в нас Апостол Павел Не считал это для себя Какой-то гордостью Сказал Подражайте мне Он точно знал Свое сердце Он понимал Что он сейчас Не пытается Возвыситься над другими А говорит Если вы будете Подражать тому Как я живу На этой земле То вы достигнете Больше Чем будете смотреть Просто на людей Которые ни к чему Не стремятся Поэтому Павел Мог себя поставить В эту позицию Ибо многие О которых я часто Говорил вам Видите оказывается Многие Которые раньше были В числе братьев И сестер А теперь даже Со слезами говорю Поступают Как враги Креста Христова Их конец погибель Их Бог чрева И слава их в сраме Они мыслят О земном Видите откуда берут Свои потоки Нечистые мысли Нечистые действия Человека убийственные И расчеловечивание Которое происходит Сегодня На уровне человечества Когда пытаются Расчеловечить человека Когда пытаются Подвести Какую-то черту Под особых людей А остальных всех убрать Потому что Вот откуда все идет Их конец погибель Бог уже знает Кто питается От какого источника Берешь от этого Источника мысли Туда и пойдешь Их Бог чрева То есть тогда Когда люди Начинают просто питаться От этого Низменного состояния И чрево Становится их Богом Храни нас Господь Я верю Что среди нас Таких нет Друзья Я просто говорю О разных источниках Чтобы вы сейчас Могли увидеть Эту огромную разницу И Павел это говорит В одном тексте Писания Он наши тела Превратит Чтобы смертная Поглощалась Нам такая слава Каждый день И верить Вы сомневаетесь Сильный Похоронить не могу Я буду говорить А Господь Приготовил мне Новые органы Приготовил мне Новые глаза И я хочу Их принимать Я хочу Слышать И видеть Ясно До конца Дней своей жизни Друзья Это наш выбор Это наш выбор И мы начинаем Эти вещи провозглашать Во что мы верим На основании чего Мы так верим И тогда мы говорим Всякая болезнь Во мне засохнет Даже если сейчас Она еще проявляется В каких-то процессах А я говорю Нет болезни Ты надо мной Власти не имеешь Потому что уже Иисус Христос Взял на себя Все немощи И понес все болезни И поэтому Ты болезнь уже там На Голгофе Уже прибита А в моем теле Ты засыхаешь Смотрите друзья Дух если крепкий У него всегда есть Аргументы Священного Писания У него всегда есть Чтобы кого-то ударить Ими А для того Чтобы самим подняться Подняться Над любой ситуацией И над любой проблемой Итак Кто живет Не по плоти Но по духу Для таких вот слов Ныне нет Никакого осуждения Тем Которые живут Не по плоти Во Христе Иисусе Но по духу Как вы думаете Христиане на суд приходят? Я вот вас сегодня Вопросами Тренирую мыслить На один приходит На другой нет Да? Ну давайте разберемся Вообще хотим ли мы На суд прийти А есть вариант Не попасть на суд? Я вам уже подсказывал Не один раз Но сейчас еще раз Хочу это оживить Посмотрите Сейчас я прочитаю Слово из Нагорной проповеди Иисус говорит А я говорю вам Что всякий Гневающийся На брата своего Напрасно Подлежит суду Кто же скажет Брату своему рака Подлежит Синедриону Это еще один уровень Суда А кто скажет Безумный Подлежит Гиене огненной Как-то мы эти слова знаем Ведь все знаем Нагорную проповедь Но к суду Как-то мы Отношения сюда Не приносили Но это где-то Кому-то Когда-то Но ко мне-то Какое отношение имеет? Оказывается идет речь о том Что надо быть Очень внимательным К тем словам Которые мы произносим В адрес других людей Потому что люди Носители Божьего духа Может быть он сейчас И действительно Что-то неразумное Сказал Но это сказал Потому что Его дух слаб Его душа ранена И его тело Сейчас кричит И потому он сейчас Может говорить Такие слова А ты глядя на него Можешь сейчас Диагноз вынести И сказать Да вообще-то он безумный А Господь говорит Ты чего? Говоришь Ты слышал, да? Если ты так называешь Ты говоришь На человека У которого есть Мой разум А ты назвал его Сейчас вот так Тебе необходимо Сейчас снять Это обвинение Чтобы самому Не попасть на суд Поэтому, друзья Будем аккуратны В оценках других людей Почему не судите Да не судимы будете Опять еще один критерий Не судите Да не судимы будете Поэтому для каждого человека Есть опасность Попасть под суд Из-за того Что есть небрежная речь За каждое праздное слово Человек даст отчет День суда Поэтому посмотрите Тут не исключается Если ты христианин Говори, что хочешь На суд не попадешь Не будем жить В этой иллюзии У нас есть необходимость Сейчас себя Приготавливать К тому, чтобы на суд Не попасть А для этого Приносить покаяние За то, что ты видишь Неверным Через этот критерий Божьего слова Обнаруживая Внутри себя То, что является Нечестным Или неверным В глазах Божьих И тогда говорить Господи Вот здесь я был Небрежен в своих речах Прости меня Прости Убери все это Из моего досья Я не хочу потом Стоять перед лицом твоим И краснеть За то, что я знал И все равно так поступал Потому что у нас, друзья Нет, может быть Сразу той силы Чтобы побеждать Вот до конца Все, везде Нет, мы туда идем Мы туда идем Шаг за шагом Где-то проигрывали Теперь мы побеждаем Сейчас встали новые задачи Новая планка И здесь мы можем уже Себя взвешивать И говорить Господи Вот сейчас не получилось Но обязательно получится Ты меня укрепляй Ты мне помогай Да, я хочу справиться С своими эмоциями В чем причина А Господь говорит Забывая заднее Но надо с задним разобраться Чтобы его забыть Иначе он будет выстреливать Тебе сегодня Я уже приводила этот пример С мужчиной Который был уже в возрасте Ну, как в возрасте Отец Отец своей семье Где-то под 40 лет Молодой мужчина Но он не мог справиться С гневом Который периодически У него поднимался И он никак не мог понять В чем причина Он же христианин Он покаялся У него все хорошо В других сферах А вот с гневом Ну, никак И когда он просил помощи У одного помолиться У другого Вы знаете, как мы часто говорим Помолись за меня Мне не справиться с гневом Можно молиться так? Можно Но это не решение вопроса Потому что гнев и причина Внутри человека Поэтому надо понять Какова причина Молитва может помочь Вскрыть причину Вот в этом молитва поможет Но решить проблему Нужно будет самому человеку Потому что получится Необходимость придет Покаяться Или простить кого-то Потому что где-то есть зацепка Которая тебя держит Потому что там твоя воля Была задавлена Какой-то ситуацией И вот задавленная воля В детстве Выстреливает уже в возрасте А тогда Когда ты не прощаешь отца Который над тобой Надглумился Или мать Или может быть еще Кого-то из сверстников Тогда Может быть Кто-то старше тебя То сегодня Это выстреливает И поэтому ситуация Этот человек Искал помощи И наконец Нашелся зрелый Помощник Кто-то смог вывести На свет Ту тьму В которой он жил И он говорит Сейчас мы помолимся И пусть Господь Покажет тебе причину Вот это то заднее, друзья Которое просто забыть нельзя Пока ты не решил его И когда стали молиться Он говорит Какая бы картина не встала Дай мне о ней знать Он говорит Да нет Я не хочу это говорить Это какая-то странная Это давно было И мне тогда было Восемь или девять лет Нет, все равно скажи И он рассказал о том Что у него была проблема С инурезом И он ночью Не мог удерживать Вот эти потоки Да, из себя И поэтому Когда он просыпался Очень часто Просыпался с мокрой постелью Но отец Который не понимал Что это физиология Что это на уровне психики Нарушено что-то Потому что он давил Это был властный человек А когда властные люди Работают с детьми У которых мягкая натура Они очень часто Имеют эту проблему потом Потому что им противостать никак Да вообще дети Не могут противостать Родителям В полном объеме И нельзя этому делать Дети, они дети Но родителям Очень важно иметь Подход к ребенку такой Чтобы не раздавить Его личность И вот тогда Когда он Отец пришел С работы А сын привел Друзей из школы А отец зашел в комнату И посмотрел Нашел Вот эти Доказательства Да опять И он принес Эту мокрую простынь И просто Обругал сына При друзьях Унизил его Сказал ему Очень нелестные прогнозы Что его ждет в будущем И этот ребенок Просто со стыдом Убежал из этой кухни Убежал себе в комнату Запрятался Плакал И не мог простить отца Да, вроде как Внешние отношения Выстроились потом Все забыто Вроде бы внешне Но то, что была завязана Его воля Задавлена Его воля И то, что этот ребенок Он так и не смог Осознанно Прожить эту эмоцию Сказать Папа, я прощаю тебе Грех против моей жизни Потому что Ты сломал меня Как личность Тогда И сейчас я принимаю Решение прощать Вот, друзья Когда мы начинаем Расти в духе Когда мы возвращаемся К каким-то событиям Когда мы начинаем Вещи называть Своими именами Когда мы отделяем От себя эту боль Когда мы проживаем С Богом И говорим А теперь я принимаю Решение И я прощаю Прощаю любого насильника Над моей личностью Когда давили на мою волю Когда ее задавливали А сейчас она выскакивает Раздражением Выскакивает гневом И на кого? На слабых А эти слабые Они под твоей властью Потому что Если это дети Если это жена Если это сотрудники И вот те Которые попадают Под это уже давление В конечном итоге У них потом нет Возможности освобождаться От этих последствий Итак, друзья Когда мы начинаем понимать Что есть Вот способность Жить в духе И уже нет Никакого осуждения Тем, которые живут Не по плоти Но по духу Потому что Мы духом можем идти В любую точку времени В любую точку земли К любому человеку Кто-то скажет Ну если у меня уже Отец или мать Или мой обидчик умерли Друзья Он есть в вашем сердце Поэтому с ним Надо разбираться С тем, который в сердце Потому что Вам из сердца Надо выпустить его Чтобы он больше Не преследовал Вас Потому что Закон духа жизни Во Христе Иисусе Освободил меня От закона Греха И смерти Ибо живущие По плоти О плотском помышляют А живущие По духу О духовном Поэтому если ситуация В физическом мире Проявляется Какая-то негативная То надо реально посмотреть Я могу Духом взять власть Над этой ситуацией Если могу То задаю Богу вопрос Господь Покажи мне на причины Потому что Я не хочу дальше С этим оставаться Вот то, о чем мы слышали Сегодня Быть искренними С Богом И с самим собой Если люди не могут быть Искренни с другими То вряд ли они Искренни с собой И поэтому Лучше начать с себя Ну и потом Выстраивать эти искренние Отношения с другими людьми Потому что тогда Когда мы искренне Что-то можем говорить И может быть Ошибаемся Но искренне То это все равно В глазах Божьих Лучше Чем мы делаем вид Что мы не ошиблись И так далее И под кого-то Подминаемся Поэтому оставайся Самим собой Оставайся открытым Оставайся пред Богом Тем С кем Бог Будет продолжать работать Помышления Плоцкие Суть смерть А помышления Духовные Жизнь И мир Потому что Плоцкие Помышления Суть вражда Против Бога Ибо закону Божьему Не покоряются Да и не могут Посему живущие По плоти Богу угодить Не могут И так друзья Я хочу вместе с вами Сейчас перейти С позиции Плоти Жизни Только жизни По духу Возможно ли это Как вы думаете Я тоже думаю Что возможно Так бы не было Нам предложено это Если Господь Нам это предлагает То он имеет ввиду Вместе с нами Пройти эту дорогу Он говорит Я тебе помогу Когда ты будешь Все судить Духовно И когда ты оттуда Будешь брать Ресурс Для того Чтобы тебе Здесь состояться Ибо если живете По плоти То умрете Нам не нужен Такой итог А если Духом Умершляете Дела плотские То живы Будете Ибо все Вадимы Духом Божьим Суть Сыны Божьи Поэтому я хочу С этой точки Перейти сейчас К позиции Духа Божьего Который описан В Сае 11 главе И почиет на нем Дух Господен Дух премудрости Разума Совета Крепости Ведение благочестия Вот они Перечисленные духи Я хочу сказать Что высокий дух Имеет в себе Хотя бы Один из этих показателей Не все сразу Высокий дух Тоже преобразуется И получает Разные-разные Грани этого духа Но сейчас Я хочу поговорить О духе совета Который был На Данииле Потому что Этот дух совета Не просто так Пришел в его жизнь И это был Высокий дух Об этом совете Заговорили уже Разные цари И при разных царях Он мог Оказываться Всегда В позиции Власти Помните Волтасара Как вы думаете Был ли Даниил В уважении У Волтасара Он даже О нем не знал Если его отец Знал Новоходоносор А Волтасар Даже не знал Что есть такой человек В его царстве И вообще Он очень полезен Для царства И он продолжал Служить в этом царстве Где Даниила Никто не замечал А он продолжал Служить Потому что Высокий дух Позволял ему Это делать Невзирая на то Его замечают Его любят Его ценят Его хвалят Его награждают Или нет Высокий дух В этом человеке Позволил ему Остаться верным И Волтасару А почему Волтасар был Таким легковесным Я думаю Что это категория Сегодняшней молодежи Которую Называют Золотой молодежью Там где есть Покрытие Так скажем Всех беззаконий На уровне Денег Власти Чего бы это ни было Позиции И когда это прикрывается А не формируется Личность То такой человек Становится просто Знаете Марионеткой В руках похоти И вот Волтасар Был таким царем Мы это видим Сейчас увидим И когда случилось С ним то Что рука вышла И написала То царица Сказала ему Есть в царстве Твоем муж В который дух Святого Бога Вот она как раз О нем знала Во дне отца твоего Найдены были в нем Свет Разум и мудрость Подобная мудрости Богов И царь Навуходоносор Отец твой Поставил его Главой И тайноведцев Обаятелей Халдеев Гадателей Сам отец Твой царь Потому что В нем В Данииле Которого царь Переименовал Волтасаром Оказались Высокий дух Ведение И разум Способный Изъяснять сны Толковать Загадочное И разрешать Узлы Как вы думаете Сегодня в нашей стране Нуждаются Люди Вот в таком Советнике Не все об этом знают Но точно нуждаются И причем не в одном Но даже если бы Один такой советник Появился там То уже многие Вопросы Решались бы иначе Потому что Сегодня нужны люди У которых Не только высокий дух А еще прочитаем Да То есть Высокий дух Тут есть Первая точка отчета Это ведение Разум Способность Изъяснять сны Толковать Загадочное И разрешать Узлы Узлов сегодня Наверное Больше чем Хотелось бы И чтобы их развязать Чтобы вывести На пространное место Особенно такую Огромную страну Как Россия Он не просто так Бог положил Молиться за эту страну Уже столько лет И те которые Вместе с нами Это делают Независимо в этом зале За пределами этого города Где вы молитесь Тоже за свои территории За свои регионы Слава Богу Друзья Ни одна молитва Сказанная в вере В уповании на Бога Не будет расстелаться По земле Она будет касаться Отца Она знает Уже Божья природа Как сформировать Сегодня тех Даниилов Иосифов Которые выходя В позицию власти Смогут не жить Питаясь от власти А питать власть Небесным духом Какая разница Да Выходить в позицию И питаться небесами Для того Чтобы помочь власти Сегодня состояться Как стране В нашем окружении И как потом Еще помогать Другим странам Потому что Подобны мудрости Богов Итак Пусть призовут Даниила И он объяснит значение Тогда введен был Даниил предцаря И царь начал речь И сказал Даниилу Ты ли Даниил Один из пленных Сынов иудейских Который отец мой царь Привел из Иудеи Я как-то уже делала На этом акцент Посмотрите С каким он пренебрежением Относится сейчас К Даниилу Даниил уже давно Сановник Даниил уже давно Князь В этом обществе Несмотря на то Что он приведен Как пленник Раньше из другой страны Он уже вырос Он уже прожил Даже годы царя Предыдущего Он уже вошел В позицию влияния И вот теперь Пытается Балтасар Ему сказать Вот с высока своего Так скажем С плеча своего А вообще Это ты Даниил Из пленных сынов Это ты вот тот Из иудеев Пришедший Который мой отец Привел Как пленного Видите Какое Надмение Возвышение У тех людей У которых Не хватает смысла Не хватает Божьей мудрости Вот оно Поэтому тогда Будут пренебрегать Ты ли тот вообще Христианин какой-то там Ты ли тот Который Чего-то там Где-то Добиваешься То есть Да Вот сегодня уже звучало А что может быть Лучшего из Назарета А что может быть Лучшего из христианского мира Так вот друзья Все лучшее в христианском мире Если оно живое С Богом С высоким духом Я понимаю Что если христиане Не растут Если христиане Занимаются Только сплетнями То такое христианство Недостойно Христа Но если христиане Растут И развиваются То духовная природа Небес Начинает распространяться Через таких людей На этой земле И эти люди Как Даниил С высоким духом Начинают быть Видимыми Известными Влиятельными И потому я хочу Чтобы как можно больше Таких людей Поднялось В наше время В последние дни Человечества Чтобы спасти Ту часть человечества Которой уже Подписан приговор А вы помните Есфирь с Мордахеем Что они сделали? Когда она сказала Мы обречены на смерть Нас продали И мы сегодня можем Говорить за человечество Такие фразы И поэтому для того Чтобы нам понять Что не только лично Мне спастись Кто-то скажет Да я уже свою жизнь доживаю Но вообще-то у тебя внуки есть У тебя дети есть А им тоже надо жить Поэтому молись сегодня Потому что высокий дух Имеет длинную мораль И длинную волю Длинные цели И длинные перспективы Высокий дух Никогда не тормозится На своих годах Потому что мы можем Продолжать влиять Даже тогда Когда уйдем С этой земли Влиять тем Что мы оставили Влиять тем Что мы сейчас производим И поэтому Господь говорит Не нужны люди Которые стремятся К высокой почести Вышнего звания Во Христе Иисусе Это Павел оставил Мы сегодня это услышали И Господь сегодня нам предлагает Готов ли ты Взять эту высокую планку И сказать Господь Я хочу достигать Высокой позиции А для этого Мне нужна Глубина познания Глубина исследования Глубина исцеления Но и высота влияния Куда ты поднимаясь потом Можешь влиять на этот мир И так Когда он так Пренебрежительно К нему отнесся А потом он говорит Я слышал о тебе Что Дух Божий в тебе И свет И разум И высокая мудрость Найдены в тебе Знаете Это как бы между прочим Вот приведены были Ко мне мудрецы И обаятель Чтобы прочитать Это написанное И объяснить Мне значение его Но они не могли Объяснить мне этого То есть у него был Свой круг приближенных Тех кому он доверял А вот они-то Мне не смогли А сможешь ли ты У него некий момент Соревнования пришел А о тебе я слышал Что ты можешь Объяснять значение И разрешать узлы И так Если можешь Прочитать это написанное И объяснить мне Значение его То облечен будешь Багреницу Золотая цепь Будет на шее твоей И третьим Властелином Будешь в царстве Мне нравится Здесь Волтасар Он делится тем Что у него Является ценностью И он думает Что это ценно для всех Золотая цепь Он сам-то в цепях В золотых Прикован давно И он думает Что другому Тоже нужна Золотая цепь И ему кажется Что если я его Сейчас третьим Поставлю в царстве Это же такая позиция Да вообще-то Даниил давно Уже первый В твоем царстве Ты и не знал об этом Потому что В глазах Божьих Он такой А в твоих глазах Ты там вообще Пленный иудеин Саудеи Поэтому друзья Как бы нас не видели люди Это не имеет значения Если мы в Боге Имеем позицию Высокого духа И Господь точно знает Вес таких молитв Вес таких слов Вес откровений Которые он дает Таким людям И когда он это делает То тогда влияние На этот мир происходит Почему? Потому что Духовный слой Нечистый слой Терпит поражение От престола славы Мы оттуда можем Влиять на ситуации Тогда отвечал Даниил И сказал царю Дары твои Пусть останутся у тебя Посмотрите Таким людям не понять Что Даниилу Это не надо Им не понять Потому что Они были окружены Всегда другими людьми С другими ценностями А тут он говорит Вообще-то оставь это себе И почести отдай другому Даниилу все равно Что кто-то будет почтен Вместо него Отдай другому А написанное Я прочитаю царю И значение объясню ему Царь Всевышний Бог Даровал отцу твоему На выходонос Род царства Величие, честь и славу Посмотрите Каждый царь Который чего-то достиг На этой земле Всевышний Бог Дал царю отцу твоему Поэтому если есть Какие-то влиятельные позиции Это все дано Богом И перед Богом Надо будет за это отвечать И в данном случае Он и говорит Тебе Господь дал Вернее царю Всевышний Бог Даровал отцу твоему Пред величием которого Он дал ему Все народы Племена Языки трепетали И страшились его Кого хотел он убивал Кого хотел Оставлял в живых Кого хотел возвышал Кого хотел унижал Но когда сердце его Надмилось И дух его Ожесточился До дерзости Он был свержен Царского престола Своего И лишен славы своей Посмотрите Как Даниил смело Говорит сейчас Валтасару А почему бы ему Не сказать сразу Прочитал Ты взвешенный Найден очень легким Почему-то он сразу Не читает Он дает ему Такое предисловие Чтобы тот осознал Причину Почему он легкий Вот оказывается У тебя ценности В золотых цепях У тебя ценности В позициях Которые ты можешь раздавать А на самом деле У Бога по-другому Все взвешивается И когда твой отец Выполнял его назначение И даже когда нарушал Какие-то принципы Он там перечисляет Кого хотел убивал Кого хотел Оставлял в живых Но все равно Бог его миловал По его позиции Но тогда Когда сердце Надмилось До дерзости О Господь Храни Храни представителей Власти От такой позиции Если кто-то туда попал То он уже там Не устоит Все Если уже дерзость Пришла То Господь Начинает разбираться Сам И отлучен был От сынов человеческих И сердце его Уподобилось звериному И жил он С дикими ослами Кормили его травою Как вола И тело его Орошено было Небесную росою Доколе не познал Что над царством Человеческим Владычествует Всевышний Бог И поставляет Над ним Кого Хочет Вот друзья Где истина-то Через века Идущая к нам Но к сожалению Немногие об этом читают Немногие об этом слышат Люди в позиции Власти говорят Да некогда нам читать А вообще-то Лучше это знать Лучше это слышать И лучше иметь время Общения с этой книгой Потому что Доколе он не познал Неужели надо стать зверем Чтобы познать Что над царством Всевладычествует Всевышний Бог Вообще-то лучше Остаться человеком И в этой позиции Сказать Господь Я хочу иметь Высокий дух От тебя пришедший ко мне И рост Этой высоты Высокие планки Брать с тобой К цели почести Вышнего звания Стремиться в тебе Доколе он не познал Ходил так И ты сын его Валтасар Не смирил сердце твоего Хотя знал все это Но вознесся против Господа небес И сосуды дома его Принесли к тебе И ты и вельможи Твои жены Твои наложницы Твои пили Из них вино И ты славил Богов серебряных Золотых Медных Железных Деревянных Каменных Которые не видят Не слышат Не разумеют А Бога в руке Которого дыхание твое И у которого Все пути твои Ты не прославил Сегодня могут люди Говорить Да я не поклоняюсь Я золотым богам Как же нет Золото само по себе Это уже тот Бог Которому люди поклоняются Серебро Золото То есть какие у тебя Сегодня приоритеты Вот тому и поклоняется человек Поэтому здесь В данном случае Он говорит Ты вот этому поклонялся А Бога в руке Которого дыхание твое И у которого Все пути твои Ты не прославил Поэтому есть у нас необходимость сегодня, друзья, прославлять Бога на той позиции, где мы находимся. И когда мы Его славим, мы переходим на следующую позицию. Когда мы Его благодарим за то, что Он доверяет нам больше, чем мы могли бы сами сделать, и нас ведет выше, дальше, масштабнее, то Он с этим работает с нашими сердцами и переводит на новый уровень. Я думаю, что многие люди, когда увидят, что они могли бы достичь и не достигли, будут сожалеть. Кто-то из-за ложной скромности, кто-то из-за страхов, кто-то из-за того, что не захотел заниматься своим преображением. Но у разного человека, у разных будут разные причины. И поэтому я хочу, чтобы нас ничто не остановило. За это и послана от Него кисть руки. А вот теперь Он ему разъясняет. И начертано это Писание. И вот что начертано. «Мене, мене, текл у парсин». И вот значение слов. «Мене, исчислил Бог царство твое, положил конец Ему». Вы знаете, евреи мудрые делают то, что каждый год, Новый год, они не просто веселятся и радуются, а они просят, чтобы Господь продлил их жизнь на следующий год. Потому что исчислил Господь царство твое и положил конец Ему. Господи, помоги еще, дай мне быть человеком, который проживет еще Новый год жизни и принесет себе плод. Не останется в состоянии беспечия. «Текл, ты взвешен на весах и найден очень легким». Друзья, мы можем почувствовать, что мы сейчас на весах у Божьих? Каким образом? Мы можем говорить, что общество сейчас на весах. Это да. А вот лично каждый из нас, когда на весы попадаем, мы точно знаем, что мы сейчас на весах? Не всегда. Скорее даже нет, чем да. Потому что ты на весах, и ты не знаешь, что тебя сейчас взвешивает. А у тебя выбор сделать какое-то решение. И вот человек в этот момент, когда он принимает решение компромиссное, он на весах. Но думал, что его никто не видит. Думал, что ничего страшного, сейчас это я сделаю, а там разберемся. Вот они весы. В самый неподходящий момент. Тебе казалось бы, Господи, ну тогда, когда у меня все было хорошо, чего ты меня не взвешивал? Чего ты меня взвешиваешь вот в самый такой вот момент? А Господь говорит, да там, когда хорошо, я и так знаю. А хочу, чтобы ты увидел, что есть те зоны, которые надо оказаться на этих весах и не быть легким. Не быть легким. Поэтому Господь нам не говорит, знаешь, завтра я тебя буду взвешивать. Утром я тебя взвешу. Днем не буду. Или к ночи взвешу. Он нам так не заявляет. Он говорит, у тебя будет завтра решение, принимай его при моем совете. Делай это потому, что знай, что я обозреваю лицо земли и вижу, чье сердце ко мне вполне предано. Вот с такими людьми я веду диалог. Я взвешиваю. И поэтому Волтасар, когда брал сосуды из Дома Божьего и пил из них свое вино и вел мерзкие вечеринки, он не предполагал, что в этот момент, именно в этот момент он на весах. Никак не предполагал. Но он там оказался. И когда оказался, что в результате ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес разделено царство твое и дано Медянам и Персам. Все твое царство закончилось. Я не думаю, что Даниилу было легко это говорить, царю, который мог поступить как угодно. Но однако он точно знал. Господь здесь в этой ситуации участвует. И уже все, приговор вынесен. И поэтому этот человек уже Даниилу никак не повредит. Тогда по повелению Волтасара облекли Даниила в Багреницу. Ну вы знаете, кто из вас знает и кто не знает историю этого царства Волтасара. Царь Дарий, который обступал город, а раньше города были все обставлены стенами. И Волтасар был уверен, что эту стену никто не возьмет. Уж очень она была широкая. И отец постарался построить такую стену, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Но Дарий, недолго думая, может долго думал, не знаю, прокопал тоннель под землей. А так как он в беспечности пил вино, он не заметил того, что произошло. Это уже исторические сводки. Это не библейская информация. Исторические сводки, что Дарий это сделал. И в эту ночь, написано, был убит Волтасар. В эту же ночь. Потому что уже готовился вот этот проход какое-то время. А он в своей беспечности не заметил, что его подкапывают. И поэтому Даниилу эти все звания были не нужны. Но Даниил совершенно спокоен. У него высокий дух. У него отношения с Богом. И вот угодно было Дарию поставить на царство 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил. Посмотрите, Дарий сразу приметил Даниила. Он его поставил одного из трех, что он будет сейчас управлять. Он не меняет сейчас верхушку, а он ее наоборот укрепляет. Чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Опять этот высокий дух подмечается. И остальные сатрапы, остальные князья, нашим языком говоря, они-то могли замечать, что Даниил сильнее квалифицированнее, лучше, влиятельнее их. Как вы думаете, что вызывает это у людей, когда у тебя есть такие характеристики? Все уже не ошибемся. Зависть, коварство, желание как-то подкопать этого человека, под него подкопаться, чтобы он сейчас не был таким слишком высоким, а мы в глазах царя смотрелись бы иначе. Поэтому он превосходил прочих князей, в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Посмотрите, высокий дух не идет на компромисс ни на какой позиции. И здесь что он делает? Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Друзья, высокий дух не дает себе расслабиться. Ну, я не имею в виду расслабиться, отдыхать, я не об этом. А о том, что у тебя есть представительство. Мы граждане неба, но пока на земле. Мы дипломаты, которые здесь на земле находимся. И дипломат не представляет самого себя. Дипломат представляет ту страну, откуда он послан. И поэтому, когда мы понимаем вот эту высокую задачу, высокого Бога, то без высокого духа ее не выполнить. И Господь говорит, я тебя приглашаю на эту высоту. Поднимайся, поднимайся ко мне на эту высокую гору. Я хочу с тобой эти вопросы решать. Мне нужны люди на земле, через которых я буду это делать. Но мне нужны люди, которые не пойдут на компромисс с совестью, которых нельзя подкупить, потому что люди этого мира будут предлагать то, что им ценно. Вот эти золотые цепи, вот эту позицию, они будут предлагать. И ведь многие люди сегодня подкуплены уже. И поэтому не выполняют своего предназначения. Но нам нельзя вот эти позиции сдавать, друзья. Я не знаю, почему сегодня на этом такой акцент. Наверное, потому что написано, что в последнее время люди будут предавать друг друга. Поэтому я хочу, чтобы церковь это не коснулась. Чтобы внутри церкви люди не были предателями и не боялись, что меня что-то коснется. А другого ничего страшного я могу подставить. Сохрани нас, Господь. Пусть высокий дух внутри нас позволит нам идти до конца и занять ту позицию, которую Бог нам приготовил. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и сказали ему, царь Дарий, вовеки живи. Посмотрите, какие они любезные, какие они почтительные. Мы тебе, царь Дарий, желаем долго жить. Вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Посмотрите, какое слово первое стоит. Все князья царства. А сюда Даниил входил? Нет, он входил как князь, но он не входил в их совет. А они-то обманывают. Сказали, все князья. Значит, для царя, который хочет поставить Даниила выше всех, князь, прежде всего, Даниил. И он тоже в этом числе. И они его обманывают таким образом. Вроде бы маленькая ложь. Ну, мало ли, один человек не вошел. Остальные-то вошли. И теперь мы можем сказать все. Но вот эта маленькая ложь им потом будет очень дорого стоить. Не Даниилу, а им. Все князья царства, наместники, сатрапы и так далее, советники, постановили. Если так, то царь того бросит в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ. Посмотрите, как важно царское повеление, подписанное указом. Поэтому, кто из вас знает, мы молимся сейчас о том, чтобы 27 мая не был подписан указ. Пандемический указ, чтобы в нашей стране не был подписан. Потому что вот этим обманным путем раньше действовали так, чтобы царь подписал указ. И он подписывает, потому что есть такие сатрапы, есть такие князья, которые преподносят так, как им выгодно. Но Даниилов там нет в этом представительстве, нет. И поэтому надо быть очень аккуратным к тому, что подписывать. И в данном случае мы видим, чтобы и царь подписал, как закон медийский, персидский, чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же узнав, вот теперь он узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Молодец Даниил. Он не пошел к царю жаловаться. Он не пошел, говорит, царь, ты что сделал? Ты же меня подставил. Потому что он не на царя уповает. Он пошел в дом свой. И что сделал? Окна же в горнице его были открыты. Он даже окна не закрыл. Против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И словословил его, как это делал он и прежде того. Поэтому вот она сильная натура, сильный дух, высокий дух высокого Бога в Данииле. Он понимает, к кому он обращается. Его Бог на троне. Никто туда не может забраться. Никто его не может скинуть. Потому что он с этим Богом, с высоким Богом, имеет высокий дух внутри себя. Друзья, нам сегодня очень важно об этом позаботиться. Мы не знаем до конца деталей тех времен, которые идут. Мы знаем общие вещи. Но как это будет в нашей стране проявляться? Как это будет проявляться по отношению к церквям, которые сегодня есть в нашем городе и в стране? Но мы точно знаем, что Бог на троне. И Он на троне управляет. И поэтому, когда мы открываем сердце свое, открываем решение свое, а я буду взывать Господу. А я буду продолжать молиться, причем словословить Его, а не жаловаться. Тогда эти люди подсмотрели. Вот эти вот люди, они только подсмотреть и могут. Они другого не умеют. Подсмотреть, подставить. Но низкий дух, он несет в себе низменные частоты. И вот они так живут и так действуют. Нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ? Чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь. Ведь они же хотели царя возвысить, польстить его, как Бога, чтобы к тебе только обращались. Кроме тебя, царь, бросать львенеров. Царь отвечал и сказал это слово твердо. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из племени сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни наука с тобой подписанная, но три раза в день молится своими молитвами. Посмотрите, они почитают лицемерно, а Даниил молится и за царя в том числе. У Даниила желание помочь этому государству, хотя это для него государство не было родным, Вавилон. И он хочет жить, раз он там поселен, и быть благословением для этого места. И вот это его почтение к царю, но его сейчас так опускают, его сейчас прилюдно опускают, при царе его сейчас унижают. И что сделалось с царем? Царь, услышав это, сильно опечалился. И положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, знай, царь, что по закону Медяны и Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Вот так люди с низким духом подставляют тех, у кого высокий дух. Друзья, с одной стороны, не надо бояться, что такая подстава будет, а с другой стороны, продолжай укреплять свой дух. Продолжай укреплять, продолжай расти в Боге, потому что вот такие шакалы могут вокруг виться. И вы знаете, вот мы сейчас были на выезде, и там тоже погружались, Божье присутствие, и такую Господь мне фразу сказал, там на старте прямо я ее услышала. Когда задали вопрос, кем ты видишь сейчас или в данный момент, Он сказал, ты моя звезда, которую я очень высоко поставил. Все видят, но достать не могут. Вот я хочу сказать, что мы с вами в этом созвездии. Видят, а достать не могут. Пусть дьявол скрежещет зубами, но и стаивает от того, что мы в его присутствии поднимаемся выше, выше и выше. Змеи не заползают на высокие горы, у них есть какая-то зона, куда они дальше не могут. И точно так же со всеми птицами у них есть пределы, куда они летят, даже там те же коршуны. Но Господь говорит, а я тебя поднимаю выше. Потому что высокий дух отдаст высокую позицию. И дай нам, Господь, в этом высоком духе оставаться. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиной. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Слава Богу. Это не только Даниила касается, это касается каждого из нас. Бог, которому ты неизменно служишь. Видите, какое условие? Ты неизменно служишь, то у тебя есть неизменный покров. Хотя он нас любит и ценит, как детей, однозначно. Но иногда, когда эти дети становятся непослушными, убегают из зоны безопасности, там могут подстерегать какие-то опасные вещи. Но Господь говорит, чтобы мы сейчас смотрели не на то, что было в нашей жизни, а на то, что предлагает он сегодня, как высокую позицию Даниила. Бог твой, которому ты неизменно служишь, спасет тебя. Он спасет тебя. Принесен был камень, положили печать. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищу, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете. Видите, как дорого стоят необдуманные подписи. Для самого царя это очень дорого оказалось. Он не предполагал такой подвох получить. Поутру же царь встал на рассвете, поспешно пошел к орву львиному, подойдя к орву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Как он рассчитывал на чудо? Ну, вообще-то, смог ли Бог тебя избавить? Тогда Даниил сказал царю, царь, во веки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобой, царь, я не сделал преступления. Слава Богу, друзья, потому что вот когда такая позиция, есть и дерзновение в этом. Я ничего не сделал плохого пред тобой, царь, даже если оболгали, даже если что-то еще сделали. Я знаю, как я молюсь и почему я молюсь, и почему я выполняю те функции, которые Бог мне поручил. И когда я это делаю, и каждый из нас это делает, то мы движемся на вот такую степень сотрудничества с ангелами. Посмотрите, ангела Бог послал, чтобы закрыть пасть львам. Я знаю, что на меня там написали пару бумаг, и одна из них, что я предлагаю сотрудничать с ангелами. Так вот, друзья, я предлагаю сотрудничать с ангелами. Предлагаю. Потому что у Даниила это было, у человека с высоким духом это было нормально. И когда Павел стоял у дверей, вернее, Петр, и из темницы его вывел тогда ангел, то вышла служанка рода, и там что сказали? Да это ангел его. То есть люди понимали, что с ангелами сотрудничать, это нормально в первоапостольской церкви. Что случилось с нами? Почему ангелы теперь где-то там на небесах, и рядом с нами их нет? Да ничего подобного. Они рядом с нами. И они сотрудничают, если мы действительно выполняем предназначенное Богом. Они не наши слуги, а они посланы нам на служение тем, которые наследуют спасение, когда мы выполняем Божью волю. Они сильны исполнители Божьих определений. Мы принимаем эти определения и озвучиваем, и говорим, ангелы мне нужны, там или там. И вы знаете, сколько раз они мне помогали, когда мы молились за освобождение людей. Когда человек агрессировал очень сильно, и мужчины не могли удерживать, то я просто говорила, ангелы, свяжите руки. И все, вот так стоял, как ягненок. Что происходило? Да потому что ангелы, они в действии, и они рядом с нами. Один вообще побежал по коридору, сказал, ангелы, верните его. Там ребята побежали, говорят, стоп, не надо, ангелы, верните. И вот он вот так, знаете, шел, шел, вот так упирался, но шел вперед. А внешне никого не было рядом видно. И поэтому вот ангелы, они действительно рабочие. И если я уже с ними сотрудничаю, почему я буду это удерживать от вас? Я говорю, сотрудничайте с ангелами. Это реально, это нужно. Особенно, когда вы что-то там потеряли, либо хотите успеть куда-то. Говорите, ангелы, вы нам нужны мне сейчас. Безопасность, она нам обеспечивается небом. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами научились ангелами пользоваться сейчас, потому что это соработники тем, кто наследует спасение. Не тем, кто здесь на земле окапывается, а наследует спасение. Это не значит, что в земных делах они не будут участвовать. А это твои дела, они на высокие цели предназначены. А не для того, чтобы потом возгордиться над кем-то. Итак, друзья, что произошло потом с этими сатрапами-то? Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изорва, и поднят был Даниил изорва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Какой хороший итог, друзья. Веровать в Бога своего. И никакого повреждения у тебя не останется. И приказал царь. И приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров. А вот у них ангелов не оказалось. Что с ними произошло? А с ними произошло, копал яму, туда попал. Поэтому сегодня так многие пытаются по головам пройти, копают яму кому-то, но точно окажутся там сами. Поэтому, друзья, нам важно, ну мы, конечно, не желаем, чтобы они там оказывались, но такой закон, закон сени и жатвы. И этот закон никто не отменял. Поэтому лучше помогай возвышаться кому-то рядом с тобой, помогай подниматься человеку, и ты там окажешься выше. Не думай, что кого-то ты посадишь на свои плечи, на свою голову посадишь, и говоришь, вот теперь мне его надо нести. Нет, ты станешь для него просто толчком, чтобы он рос, чтобы он вырос и стал действительно в своем призвании, реализовался, как это было и во дни Даниила. Он друзьям своим помог, а потом эти друзья были для него благословением. И приказал царь, и приведены были те люди, так и брошены, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы, овладели ими и сокрушили все кости их. Друзья, почему жены и дети? Как вы думаете? Не слишком жестоко? Дело в том, что это действительно заражение рода. И когда мы читаем у Исаии такие слова, не оставляй ни внука, ни сыновей, ни внуков. 14 глава Исаии. Чтобы опять не поднялись, там идет речь о бунтах, и опять не произвели этот бунт на земле. Поэтому идет речь именно о генетических каких-то кодах, которые надо распечатать или убрать. И поэтому в данном случае вот такая вот тема. И если вы, кстати, посмотрите, когда Корейда, Фан и Аверон, что там оказалось? Все семейство рядом. Ахан, все семейство рядом, когда он взял сенарскую одежду. И вот это такая, в общем-то, печальная, с одной стороны, статистика, но с другой стороны, почему и мы говорим, Господи, и род наш пусть будет благословен, и дети наши, и внуки наши пусть будут под покровом, потому что род правых благословляется, Бог работает родами. Я уже говорила, когда ко мне пришла на консультацию женщина одна, и такая, знаете, совершенно побитая, вот всей жизнью видно побитая, очень много проблем в ее жизни. И она, когда начала говорить, я смотрю на нее, я понимаю, что мне хочется ей задать вопрос, а вы из какого рода? И она сама опередила. Говорит, вы знаете, я сейчас вам рассказываю, но я же понимаю, что я из внучка, внучка, по-моему, Егоды, это тот, который подписывал приказ на уничтожение тройкой, сколько людей погибло. И вот оно потомство. Милость Божья в том, что она пришла ко Христу, но потомство такое, там кого-то убили, кто-то рано умер, кто-то развелся, дети больные родились. В общем, там все, такой букет. Потому что это то, что несет в себе вот это продолжение нечестивых действий, которые люди осуществляли. И они думают, что если я сейчас во власти делаю, моих-то это не коснется. Касается? Еще как касается? Потому что Бог на троне. Потому что у Него вся власть. И поэтому, когда у нас высокий дух, то мы молимся за людей, мы их благословляем, мы идем из позиции не того, чтобы кого-то обвинить, а наоборот оправдать, если это можно оправдывать. Грех мы не оправдываем, человека мы приводим к покаянию. И поэтому я хочу, друзья, чтобы то, что произошло тогда с Даниилом, когда разобрался царь с этими всеми его приспешниками, после того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам доумножится. Как хочется услышать сегодня эту фразу, да? Мир вам доумножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым. Когда есть у нас высокий дух, этого Бога хотят люди знать. С этим Богом люди хотят познакомиться. Если есть этот высокий дух, а то люди говорят, да я уже сколько говорил, сколько говорил, не слушают меня. Да приобрети высокий дух и будут слушать. И услышат тебя. Потому что вот в этом как раз и духе, в этом и есть сила его высоты. Мы же к нему поднимаемся. Мы же его транслировать начинаем. И слушают уже не тебя, а слова, исходящие из уст Божьих, но в твоих устах. И поэтому дай Бог нам всем быть такими представителями. Трепетали перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой, присносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. О, что узнал Дарий. Владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает. Совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавляет, избавил Даниила от силы льва. И Даниил благо успевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидска. Вот еще двух царей захватил и успевал при них. Слава Богу, друзья, давайте поднимемся сейчас, помолимся, поблагодарим Бога за высокий дух, который Он нам предлагает сегодня. Это сегодня божественное предложение для нас. И стремиться к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты нам эту высокую планку сегодня поднимаешь и говоришь, а я жду Тебя на этой высоте. Я жду Тебя с высоким духом, поэтому Тебе нельзя останавливаться там, где Ты есть. Тебе необходимо сделать этот выбор сегодня, каждому из нас. И я благодарю Тебя за это, Боже, что Ты предлагаешь это сделать. И сейчас во имя Иисуса Христа я передаю Тебе народ Твой. Я передаю Тебе каждого человека, кого Ты сейчас формировал для этого решения. Потому что мы решения принимаем, а Ты даешь силу на это решение. Поэтому мы хотим достигать Вышнего звания во Христе Иисусе, стремиться к этой почести. Не потому, что хотим быть выше других, а потому, что в Боге каждый может занять эту почесть в своем призвании. Это не за счет другого, а это за счет того, чтобы свою лично дорогу пройти до конца и выполнить предназначение Твое и исполнить волю Твою на сто процентов. И я благодарю Тебя, Дух Святой, потому что то, что Ты делаешь для нас сегодня, это больше того, чем мы можем осознавать. Но я благодарю Тебя за все пройденные пути. Я благодарю за взятые рубежи. Я благодарю Тебя за покоренные вере народы. Я благодарю Тебя за сердца преображенные, когда Духом Святым Ты это делал и будешь делать дальше. И сейчас во имя Иисуса Христа я поднимаю руку. Я поднимаю руку в небеса и говорю, Господь, царствуй. Царствуй в этом народе. Царствуй в своей церкви. Производи эти перемены. Вкладывай жажду познавать Тебя больше, что Ты сильный в слове и в деле Бог. Я благодарна Тебе, что у Тебя есть власть и могущество. Я благодарна Тебе, что сила воскресения Твоего с нами. Я благодарна Тебе, что на нас печать Твоего благоволения. Я благодарна Тебе, что Ты тот, который сказал «Не бойся, ибо я с Тобою». Я проведу Тебя, я заведу Тебя. Я благодарю Тебя, Господи, что цели, которые Ты поставил перед нами, с Тобой мы их возьмем. Эти рубежи будут взяты, высоты покорены, и народы предстанут И всякая плоть узрит спасение Господне. Не суд, а спасение. Потому что мы сегодня можем осуждать дела в собственной жизни, которые не несут света. Поэтому благослови нас, Господь, их обнаруживать, в них приносить покаяние, как достойный плод и переходить от силы в силу, от славы в славу и от веры в веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok